Книга «Открытым оком», вопрос 662, второй том. Революция, которая свершилась в 1917 году, произошла из-за богоотступничества русского народа, и, возможно, в чем-то виновата была и церковь, хотя она свята. В чем проявилось богоотступничество русского народа? Русь называлась святой, в чем же ее святость? «Как проявилось поведение церкви перед революцией?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В моей книге «Церковь, свобода, тюрьма. Проповеди в стихах» на это подробно отвечено. В другой книге «К истинному православию» в письме Григория Петрова это было отвечено именно тогда, перед революцией. Там есть изречение Феофана Затворника о том, что священники как слепые, ничего не видят, что совершается у них в приходе, что народ не научен, слово Божие сокрыто. В этом народе зарождаются ереси, смуты, мятежи, и когда-то священника до священника это доходит, что дом уже охвачен пламенем, он начинает лихорадочно метаться, хватается за то и другое, но все напрасно. Вот это же самое видится в работе Поместного собора 1917-1918 годов. Вынесено решение о признании русского народного разговорного языка, что на нем можно совершать богослужения, что миряне должны проповедовать, быть миссионерами, что должны быть создаваемы живые общины из возрожденных душ. Эти решения принимаются под грохот, канонады и штурм Кремля, когда делегаты съезда получили известие о зверской расправе над митрополитом Владимиром и другими. Серафим Саровский три дня и три ночи спрашивал у Бога пощады русским священникам и архиереям, почему Бог не дал положительный ответ, но кратко изрек, «Не пощажу и не помилую». И далее Бог объясняет причину грядущего поражения русской православной церкви за то, что слово мое заменили вымыслами человеческими. Жертвы, потери, понесенные церковью, не счислимы. Такого поражения никто не знал. Как будто угрозы всем церквам, изреченные в апокалипсисы, пролились на русское православие. Но самое страшное даже не в том, а в том, что церковные деятели ровным счетом ничему не научили и снова повторяют предреволюционную ситуацию один к одному. Нет проповеди живого слова Божия. Снова вцепились в церковно-славянский непонятный мертвый язык. Всюду везде виноваты жидомасоны, но не мы. И опять вместо Библии непрерывным потоком идет поиск чудес, выдуманной канонизации, мощи, мироточения икон. Бог таким людям угрожает окончательным истреблением. Помрачение русского народа, вероятно, неисцельно, и во всем этом виноваты священнослужители. Читайте библейских пророков и Божьи угрозы отступникам от закона. Иеремия 23.11 Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я ношу нечестие их, говорит Господь. Субтитры создавал DimaTorzok